Капремонт под присмотром. За каждым движением монтажников зорко следит видеокамера. Трансляция изображения в режиме реального времени идет на интернет-сайте Фонда капитального ремонта Самарской области. 63-й регион стал первым в стране, где ремонт многоквартирных домов взяли под видеоконтроль. Камеры должны будут установить все подрядные организации. Такой интерактивный подход позволяет существенно сэкономить деньги. Мы меньше затрачиваем силы и бюджетные средства на содержание наших специалистов, кураторов технического надзора. Им не обязательно выезжать, затрачивать бензин, транспортные средства. Мы можем в онлайн это посмотреть, запросить информацию подрядной организации, следим за сроками. Контролировать будут и количество рабочих, которые трудятся на объекте, и темпы ремонта. Впрочем, трансляцию может посмотреть любой. Все абсолютно открыто. Под прицелом камер будут не только фасады, но и подвалы, где идет ремонт коммуникаций. Первой ласточкой, которая попала под видеонаблюдение, стал 80-й дом на улице Георгия Димитрова. Под обзором почти весь фасад. Через дня три уже люди перейдут на центральную часть фасада, и камера будет фиксировать, пожалуйста, все процессы. Ну и сейчас как бы видно все, что происходит. Ремонта фасада жители очень ждали. Дом панельный, и тепла зимой не хватало, да и плитка со стен местами отпала. Теперь же здания утеплят, поменяют окна на лестничных площадках, отремонтируют входную группу. Фасад будет приятного персикового и белого цветов. Качество ремонта оценят сами жители, которые и будут принимать работы. С подрядчиками общий язык быстро нашли. Делается все прекрасно, вопросов очень мало. Что мы говорим, они сразу входят в наше положение и делают, как мы просим. В этом доме взносы на капремонт исправно платят 90% жителей. С остальными разговаривают сами соседи, пытаются войти в положение, чтобы и должники исправились. Когда именно тот или иной дом будут ремонтировать напрямую, зависит от самих горожан. Особенно ветхий фонд или фонд советского периода, конечно, мы должны сделать все, что в ближайшие 3-5, ну максимум 8 лет было ремонтировано. И так ставить задачу, в том числе выделяя дополнительно бюджетные деньги на эти цели, на капремонт. Эту задачу попытаться решить там где-то в течение 8, максимум 10 лет. Если люди активно участвуют в благоустройстве своих дворов и заинтересованы в ремонте, программа может быть скорректирована и дом отремонтируют раньше сроков. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.